Не выдержал испытания времени. Двухэтажный дом номер 6 по улице Московской, построен 63 года назад. Сначала жильцов подселяли на время, но маневренное жилье спустя десятки лет стало постоянным. Рамы вываливаются, стекла вываливаются, то есть мыть очень страшно. Гордины вываливаются, то есть, ну, вешать ничего, потому что дети все равно дергают, ну, то есть как бы травма опасна. Все очень гнило и все старое. Поставили душевую кабину с водонагревателем, ну и, в принципе, каждый день соседи боятся, что мы к ним провалимся. Дом трещит по швам, крыша скоро обвалится, деревянные перекрытия и несущие стены прогнили, трубы протекают, старая проводка напряжение не выдерживает, а вместо окон – полиэтилен. Все осело, все высыпалось, вот, это с потолков у нас вот это сыпется дома все. Уровень комфорта в этом доме оставляет желать лучшего. В программу капитального ремонта он не попал, а как аварийное расселять не торопятся. Бонусом к дому только каждый год появляются все новые и новые соседи. Мыши, тараканы, эти, как их, такие вот длинные вылазят, двухвостки. Потом что еще? Клопов пока нет еще, и слава богу. А так все сюрпризы. Сырость, вот чужие люди приходят нам к гостю, допустим, говорят, у вас сырость, гнилью прям пахнет. Выживать приходится каждой семье, а поддерживать жизнеспособность квартир с годами все сложнее и сложнее. Обои отклеиваются, в стены гвозди не сбиваются, прогнили. Многодетной семье Калашниковых приходится ютиться в одной комнате, хотя живут в трешке. Каждая комната представляет опасность, и даже в той, где сделали ремонт, уже обвалился потолок. А у соседей на первом этаже дыра в полу, и со стенами та же беда. Своими силами как-то обходимся. А так за ремонт, содержание жилья мы не платили. Какое-то время нам отменяли официально все. А сейчас опять прислали, мы опять начали платить. Мы оставили только то необходимое содержание, которое там обязательно должно быть. Это аварийное, обслуживание вентиляционных каналов, обслуживание системы отопления ХВС на канализацию. Плата за содержание и ремонт жилья и правда минимальна. Но и такие деньги жалко отдавать, когда дом буквально разваливается на глазах. Собственники вправе обратиться в жилинспекцию. При наличии оснований управляющей компанией будет привлечена к административной ответственности. Штраф в настоящее время за нарушение договора управления для управляющей компании составляет до 350 тысяч рублей. Но и это проблему не решит. Дважды признанный, а аварийным дом уже давно пора снести. Как еще в 95-м поступили с двумя аналогичными постройками по соседству. Были внесены в программу 22-23 года. Должны были нас расселить. Теперь уже на сайтах нас нигде, в реестрах на переселение нас нигде нет. Мы нигде не могли найти. И вот сейчас на сайте мы появились уже на расселение в 2026 году, 31 декабря. Так когда же все-таки официально и бесповоротно? Мы отправили запрос в администрацию города. Ответ обещали дать до пятницы. Марина Тимофеева, Алексей Слипченко, Геннадий Бухтаяров. Репортер 73.